Я приветствую друзей и гостей канала Серебромания. Сегодня на канале экстренный выпуск. Серебро начало падать. Много людей мне написало. Некоторые спрашивают, что же делать, как будет дальше. Но стратегия не поменялась. Все то же самое. Что происходит, я расскажу. Я предполагаю, что на самом деле самое лучшее время для снижения серебра и для игры против цены серебра и золота это конец лета. То есть середина, вторая половина августа либо перед Новым годом декабрь, середина декабря. Эти месяцы, август и декабрь, самые критичные в данный момент. Потому что люди летом в отпусках, закупают серебра мало и соответственно и то же самое перед Новым годом. Люди копят деньги на Новый год или перед Новым годом празднования, готовятся к празднованию и соответственно деньги тратят. И не до покупок, вложений и так далее. И вот эти два месяца самые критичные. Я предполагаю, что как раз вот август сейчас вот время самое удачное для того, чтобы попытаться поиграть против цены серебра. То есть на снижение, сделать цену серебра ниже. Ну что можно сказать? Нам это всем на руку, потому что я сейчас вот вчера как бы всю ночь сидел оформлял заказы. Ну как ночь? Получается, как только в Америке стало утро, то есть это где-то 2-3 часа ночи по чешскому времени, цены у некоторых дилеров поменялись, у которых привязаны именно курсы серебра. Ну и соответственно можно делать заказы. Ну и я постарался на заказывать монет по ниже ценам. Тем более, что вышло 2 или 3 новые монеты, о которых вы, наверное, еще не знаете. Я сейчас их покажу. Монеты интересные, пока относительно недорогие. И мне удалось уже законтрактовать какое-то количество. Первая монета это продолжение серии от английского монетного двора. У нас был Робин Гуд, и вот теперь какая-то девушка со стрелами. Тоже такая вот монетка интересная. Это будет следующая монета в серии. Я думаю, что интересная. И по цене она невысокая. То есть эта цена будет неплохая у меня в том числе. Я надеюсь, что все придет и все будет хорошо. Единственное, что это будет не раньше начала сентября. И еще одна монета вышла. 5 Гедис от страны Ганда. И эта монета очень интересная в плане дизайна. Такой необычный какой-то инопланетянец у нас. Выглядит так интересно и красиво. Внешне может быть для кого-то отталкивающе. Но мне очень понравилась монета. Я думаю, что у нее есть перспектива. Тираж у нее. У простой бриллианта Unsylculated этой монеты достаточно большой. 25 тысяч штук. Но монета мне понравилась. Цена тоже. Цена будет хорошая на нее. Поэтому я какое-то количество купил. Плюс есть, скажем, такие дорогие и очень дорогие монеты. Эти же инопланетяне. Вот всего 1000 штук будет таких инопланетян. Но глаза, они будут, естественно, в коробочках. С сертификатами, с бумагами, соответственно. Но у них глаза будут покрыты какой-то фосфорной краской. Или там, допустим, что-то будет покрытие. И они в темноте будут светиться. Под лампой, которая тестит деньги, я думаю, что она будет светиться. Либо вообще в темноте, может быть, будет светиться. Но это что-то необычное. Это первый раз такое. Но и цену они задрали, конечно, за свою новинку тоже прилично. Это простая монета такая. Обыкновенная, но с покрытыми глазами и сертификатом. Таких будет 1000 штук. И еще одна монета, которая, как по мне кажется, очень дорогая в плане закупочной. Но очень интересная в плане перспектив. Эта монета точно такой же инопланетянец. Но вся монета покрыта родием. Она будет такая черная-черная, темная-темная. То есть это очень красиво смотрится на монетах. Кто не знает, посмотрите на ютубе, на других каких-то монетах. Будете видеть. И глаза точно так же будут светиться и подсвечиваться, как и на предыдущей монете. Но эта монета уже стоит значительно дороже. Первый и второй. Что еще могу сказать? Если кого-то интересует... Либо вторая монета, простая, но с подсвеченными глазами. Либо следующая монета, такая в темном финише, покрытая родием и с такими тоже светящими глазами. Это вы только под заказ у меня можете взять. И то я так предполагаю недолго. Кто хочет, может написать мне, оставить заявку, узнать цену. И соответственно я уже скажу, сколько будет стоить по итогу эта монета. Вот. Потому что я такие монеты буду брать только под заказ. Одну, да возможно, я возьму чисто для видео. Для того, чтобы показать на видео, как это все выглядит красиво. Но... И может быть себе оставлю. Но в целом, как бы эти монеты дорогие, которые от Ганды с подсвеченными глазами. Да. И поэтому я думаю, что все-таки только под заказ. И теперь еще одна интересная нестыковка. Вот сейчас посмотрите, я сказал 5 геддис, да. А на монете написано 5 долларов. От страны Ганна. В Ганне нет доллара. И если они выпустят вот эту монету с такой ошибкой, стоимость на нее может взлететь в небеса. Поэтому это ну такая интересная ошибка, которая вполне себе может стоить и чеканы и так далее. Возможно, они там вот так и начеканят доллары, да. И всегда в Ганне, геддисы. Но на картинке у нас сейчас именно, как вы видите, доллары. И вот это очень интересный момент, который я рекомендую всем отметить. И если они ее так и выпустят 5 долларов, тогда это будет вообще огонь. Потому что это будет несовпадение страны и номинального значения как бы валюты. Такая монета может как бы считаться ошибочным тиражом. И тогда мы получим реально как бы какие-то сумасшедший рост вот на вот такие монетки. Но это так. Мои предположения, как будет на самом деле, я не знаю. Что еще хочу сказать. Сейчас очень неплохое время для закупок. И если получится, и я куплю дешево монеты, соответственно дешево смогу продавать. И люди смогут закупиться. И это как раз подстегнет торговлю. В данный момент часть людей растеряна. Я не знаю, что делать. А часть вот такая, как я. И уверены в том, что серебро занижено. Как раз вот в эти моменты и докупают монеты. То есть, ну как бы я рекомендую сейчас докупать монеты. Но смотреть, конечно, по ценам. Опять же, как уже я как-то говорил раньше. Если монеты куплены были раньше, дилеры не будут продавать дешевле цены, по которой они их купили. Соответственно, цена прям сильно не упадет. Не рассчитывайте, что старые монеты или монеты, которые вышли, допустим, до сегодняшнего дня. Можно будет взять дешево. Дешево не получится. То есть, как бы эти монеты так и останутся по высоким ценам. А вот новые монеты, которые сейчас выходят, вполне реально взять чуть дешевле. У нас получился короткий экстренный выпуск. С небольшим обзором на кое-какие новинки. И, соответственно, я рекомендую подписаться на наш канал, как обычно. Потому что, кто не подписан, может пропустить интересные новости и интересную информацию. Опять же, всегда у нас на канале новинки. Либо обзор, либо уже продажи этих новинок. А с вами был Анатолий из Праги. Канал Серебромания. У нас всегда интересно, у нас всегда новинки.